И снова здравствуйте! Сегодня говорим о комплексных числах. Это видео будет полезно и школьникам, и студентам. Однажды мы с вами уже эту тему затрагивали, тогда мы обсудили откуда берутся комплексные числа, зачем они нужны и обсудили их арифметику, то есть как их складывать, вычитать, умножать и делить. Если проводить аналогию со школьной программы, то мы сейчас примерно добрались до пятого класса. Конечно, хотелось бы двигаться дальше, вперед. Что для этого нужно научиться делать? Быстро возводить комплексные числа в степень и извлекать корень. И поможет нам в этом английский математик Муавр. В предыдущих видео в комментариях вы справедливо критиковали меня, что я много показываю, но ничего не доказываю. Давайте исправим ситуацию. Сегодня я сначала докажу формулы, а потом покажу, как они работают на практике. Поехали! Доброе утро! 18 января на календаре. Чайник все громче и громче начинает шуметь. Это значит, что мы ждем, когда он закончил свою работу, чтобы начать свою работу. Итак, с чего мы с вами начали в предыдущем ролике? Мы обсудили, как складывать комплексные числа, вычитать, умножать, делить. Это напоминает нам арифметику начальной школы. А что потом? Но потом, конечно, хотелось бы порешать уравнение, но в уравнениях иногда встречаются степени и извлечение корня. Ну, собственно, и в школьной программе это очень также встречается. Задение степени – это пятый класс, извлечение корня – это восьмой класс. Вот как это делать? Ну, давайте возьмем какой-нибудь примерчик и посмотрим. Скажем, корень из трех плюс и возвести в степень 47. Ну, можно долго и упорно перемножать. Это дело, в общем-то, неблагодарное. То есть, если у вас есть лишних час, например, сидите и умножайте, но хотелось бы получить какой-то другой метод. И здесь я вам скажу, что метод есть. И автор этого метода английский математик Муавр. И сейчас мы с вами выпишем формулы, которые он доказал, и докажем их так, чтобы применять смело на практике. Итак, что же придумал Муавр? Он заметил, что если взять числа в трагометрической форме, записать, тогда будет очень удобно их умножать, делить, возводить степень и извлекать корни. Давайте я напомню вам, что такое трагометрическая форма записи. Взяли какое-то компрессное число, отметили на плоскости, ну и, соответственно, соединились сначала на коронат. Вот, длина этого отрезчика – это модуль нашего комплексного числа, а образовавшийся угол, соответственно, это аргумент. Давайте я напишу, что R – это модуль, а давайте лучше вот так. Модуль Z, а, соответственно, φ – это аргумент Z. Ну, вы помните, что φ мы можем выбрать с точностью до 2 пика кратного. Итак, что дальше? А дальше он говорит, ну, давайте попробуем перемножить два каких-то числа Z1 и Z2, и возьмем их в трагометрической форме. Что тогда будет? Тогда будет, получается, R1 умножить на косинус φ1 плюс и синус φ1 умножить на R2 умножить на косинус φ2 плюс и синус φ2. Ну, замечательно. Теперь мы можем легко перемножить R1 и R2, это два действительных числа, да, поскольку это длина отрезка, и дальше, соответственно, перемножаем скобочку на скобочку, каждая на каждое. Косинус φ1, косинус φ2 плюс и... Так, давайте так. Косинус φ1, синус φ2 плюс и синус φ1, косинус φ2 и плюс... Плюс, получается, и синус φ1 умножить на и синус φ2, то есть и квадрат синус φ1, синус φ2. Ну, здесь, конечно, можно было сразу написать минус единицу, но ничего страшного, сделаем чуть-чуть подольше. Итак, косинус φ1, косинус φ2, а дальше, ну, здесь и в квадрате тоже минус 1, получаем минус синус φ1, синус φ2. Дальше выносим и за скобочку у вот этих двух слагаемых и что остается в скобочке? Давайте я поменяю еще даже местами. Вот это будет первым слагаемым, а это вторым. Только для красоты. Синус φ1, косинус φ2 плюс синус φ2, косинус φ1. Ну, и теперь, соответственно, что получится у нас с вами на выходе? На выходе получится очень даже красиво. Смотрите, произведение косинуса минус произведение синуса. Это что такое? Это же формула косинуса суммы φ1 плюс φ2. Дальше идет i, а вот здесь синус φ1, косинус φ2 плюс синус φ2, косинус φ1. Это же просто синус суммы. Синус φ1 плюс φ2. То есть смотрите, что получается. При произведении двух комплексных чисел, их модули перемножились, а аргументы сложились, и мы получили новое комплексное число. Давайте его скажем, назовем z. Модуль z это просто r1, r2, а соответственно аргумент z это будет φ1 плюс φ2. Вот так работает формула Муавра для произведения двух комплексных чисел. Теперь давайте научимся возводить число в квадрат, допустим, z в квадрате. Мы посмотрели на вот эту формулу и сказали, это получается r надо умножить на r умножить на косинус φ плюс φ плюс и синус φ плюс φ. Что это нам дает? А дает нам то следующий. r в квадрате, то есть модуль числа в квадрате, косинус двух φ плюс и синус двух φ. Ну и здесь уже недалеко до наблюдения Муавра, который сказал, что z в степени n это r в степени n умножить на косинус n φ плюс и синус n φ. Как можно доказать эту формулу? Ну есть несколько путей. Можно брать и для каждого n непосредственно доказывать, а можно доказать по индукции. Если вы знаете, что это такое, замечательно, можете в комментариях поделиться своими знаниями с другими ребятами, которые не в курсе, что это такое. Если же вы хотите, чтобы я записал ролик на тему мат индукции, ну что ж, сообщите мне об этом, с удовольствием сделаю. Ну что же, умножаем, возводим степень. А делить можно? Оказывается, и делить тоже можно. Но давайте напишем z1 делить на z2. Ну, конечно, z2 не равно нулю, то есть на 0 делить нельзя ни в области действительных чисел, ни в области комплексных чисел. Как это делать? Но давайте напишем сначала наши оба числа в трагометрической форме. r1 косинус φ1 плюс i синус φ1 делить на r2 косинус φ2 плюс i синус φ2. Ну, понятно, что r1 и r2 мы разделим. Здесь вопросов нет. А вот как делить вот эту скобку на эту скобку? И здесь, конечно, нам поможет знание всего, что мы умеем делать с комплексными чиселами. Это, во-первых, арифметика. Сложение, вычитание, умножение, деление. Ну, возведение степени излечения корня мы с вами сегодня обсуждаем. А что еще? А еще, оказывается, есть три формы записи. Алгебраическая, тригонометрическая и показательная. А еще можно решать уравнение. А еще можно показывать геометрические места точек на комплексной плоскости. И вот если вы всему этому хотите научиться, добро пожаловать на мой курс по комплексным числам. Подробная информация по ссылке в описании. Ну, и замечу сразу, что если вы хотите изучать высшую математику вместе со мной, то вы можете еще присоединиться к курсам по матанализу, геометрии, дифференциальным уравнениям, линейной алгебре. Причем присоединиться можете в любой момент, так как занимайся с каждым индивидуально. Ну что же, давайте вспомним, что мы с вами делали. А мы с вами домножали на сопряженное, да? Сопряженное к знаменателю. Поэтому получаем косинус φ1 плюс и синус φ1 умножить на косинус φ2 минус и синус φ2 и делим на косинус φ2 плюс и синус φ2 умножить на косинус φ2 минус и синус φ2. В чем выгода, давайте вспомним. А выгода в том, что мы теперь видим с вами в знаменателе разность квадратов. То есть получаем r1 плюс и синус φ2 умножить на дробь. Ну, здесь в числителе придется скобочки раскрыть. Это вроде бы не сложно, да? Получаем косинус φ1 косинус φ2. Дальше давайте умножим и синус φ1 на минус и синус φ2. И в квадрате даст минус единичку, да еще вот этот минус получаем со знаком плюс. Синус φ1 синус φ2. И два слагаемых, содержащих манимую единицу. Это получается косинус φ1 надо умножить на минус и синус φ2. И и синус φ1 умножить на косинус φ2. Давайте я начну с того, который со знаком плюс. То есть синус φ1 косинус φ2 минус синус φ2 косинус φ1. Что в знаменателе? А в знаменателе понятно, что будет. Вот косинус квадрат φ2 минус и синус квадрат φ2. Ну давайте теперь упростим то, что получилось. А получается следующее. r1 делим r2 и умножаем на что? Вот здесь произведение косинусов плюс произведение синусов, это же косинус разности. То есть получаем косинус φ1 минус φ2. Так, дальше. А вот здесь произведение синуса и косинуса, и знак минус между ним. Это значит синус разности. И синус φ1 плюс φ2. Ну а что в знаменателе? А в знаменателе будет следующее. Квадрат косинуса φ2. Здесь двоечку забыл, да? Соответственно, и в квадрате. И умножить на е. Ну и квадрат это тоже минус 1. Минус 1 умножить на минус 1. Получается плюс 1. То есть плюс синус квадрат φ2. Ну и получается, что это просто единичка. Основной трекометрической точка. А значит мы получаем r1 делить на r2 и умножить на косинус. Синус разности плюс и синус разности. То есть очень удобно. Если мы с вами перемножаем два числа комплексных, то мы перемножаем их в модули, а соответственно аргументы складываем. Если же мы делим одно число на другое, то мы делим модуль одного на модуль другого, а аргументы вычитаем. Ну что же, вернемся к нашему примеру и возведем число в степень 47. Но повторяю, можно долго и нудно считать в алгебраторской форме, а если перейти в трекометрический, то давайте посмотрим, что получается. Значит, на оси абсцисс откладываем корень из трех, на оси ординат откладываем единичку и получаем, соответственно, вот здесь наше число z. Так, соединили. Ну и теперь надо посчитать модуль и, соответственно, аргумент. Давайте посчитаем модуль. Как считается модуль? По теремифагора. То есть r это корень из, корень из трех в квадрате плюс один в квадрате. Здесь три, здесь один в сумме четыре, корень из четырех это два. Значит, теперь считаем φ, да? Давайте посчитаем φ. Да, лучше еще посчитаем тангенс φ. Тангенс φ это, соответственно, отношение против лежащей катеты к прилижащему. Единичка идет на корень из трех, и понятно, что φ это просто угол в 5 на 6 или 30 градусов, кому что больше нравится. А значит, наше число z это есть просто 2 косинус π на 6 плюс и синус π на 6. И вы сейчас будете приятно поражены тем, что z в степени 47 мгновенно считается. 2 в степени 47 умножить на косинус 47π делить на 6 плюс и синус 47π делить на 6. Ну все, ответ получен. Правда, его можно упросить и желательно это сделать, поскольку здесь тригонометрия, понятно, упрощается. Но вот эту двоечку в 47 степени заводить, наверное, не стоит. Если, конечно, вы фанат информатики, то можете посчитать. Я же оставлю в таком виде. Итак, 2 в степени 47 умножить на сколько? Значит, здесь 47 шестых, это получается 7,5 шестых. То есть 8 минус 1 шестая. Но 8 это число четное, поэтому вот эти 8π я могу смело выбросить. и останется косинус минус π на 6. Плюс и аналогично синус минус π на 6. Так? Вот здесь мы просто пользуемся периодичностью косинуса и синуса. Теперь, что такое косинус минус π на 6? Это получается просто корень с 3 на 2. А что такое синус минус π на 6? Это минус 1 вторая. То есть получаем минус и, ну что, 1 вторая. Ну, разумно вот эту двойку вынести за скобку, и тогда уже получится окончательный ответ. 2 в степени 46 умножить на корень с 3 минус и. Задача решена. Еще одно понятие, которое мы с вами сегодня обсуждаем, это корень с комплексным числом. Откуда возникает? Представь себе, что есть простейшее квадратное уравнение, скажем, z квадрат это 1 плюс и. Ну и что ребята говорят? Они говорят, ну понятно, что такое z. z это плюс или минус корень из 1 плюс и. И ставить точку. Но точку ставить рано, да, потому что ничего еще не сделано, потому что непонятно, что это за число такое, да. То есть, скажем, корень из 2, это я понимаю, а корень из 1 плюс и пока не очень сильно понимаю. Но давайте рассуждать, используя формулу Муавра. z квадраты, это у нас, знаете, что такое было? r квадрат косинус 2фи плюс и синус 2фи. Откуда взялся z квадрат? Мы число z взяли и взяли в квадрат. А теперь мы хотим сделать обратную операцию. Извлечь корень. Так? При умножении чисел у нас с вами получается произведение в данном случае степень 2, поскольку числа одинаковые, аргумент удвоился. То есть мы взяли два одинаковых аргумента, сложили. Теперь, когда я извлеку корень, я должен получить какой-то разумный аргумент, а потом, когда я его взгляду в квадрат, я должен получить исходное число. Но мои вот эти два аргумента должны сложиться и дать исходную фи. Значит, что я складывал? Половинку фи, еще раз половинку фи. То есть получается, что корень z – это корень из r, корень из действительного числа, я спокойно извлекаю, умножить на косинус фи пополам плюс и синус фи пополам. Все вроде бы хорошо, но что-то не совсем так. Что не совсем так? Два корня должно быть. А здесь только один. Почему? Дело в том, что, вспоминаем, мы же аргумент с вами можем найти только до какого-то кратного 2π, да? А значит, на самом деле, правильно говорить, что корень z – это корень из r умножить на косинус фи плюс 2πk деленное на 2 плюс и синус фи плюс 2πk деленное на 2. А что такое k? А k должно принимать все возможные значения, так чтобы у нас получилось ровно два различных значения. Ну, значит, начинаем с нуля и заканчиваем единичком. Вот так, собственно, получается. По аналогии корень n степени из компрессного числа z мы должны получить n разных чисел, да? Поэтому извлекаем корень n степени из нашего модуля. А дальше берем, мы говорим, косинус фи плюс 2πk деленное на n. Вот здесь была двоечка, потому что мы корень второй степени извлекаем, а здесь, соответственно, уже будет n. То есть мы берем 1nr от аргумента и потом, когда возводим в 1 степень, мы вот эти 1nr складываем и получаем снова единичку. То есть все, что нужно. Плюс i, синус, фи плюс 2πk деленное на n. Какие значения k прибегают? Понятно, что начинаем с нуля и так, чтобы их получилось ровно n штук. Значит, последнее число это будет n минус 1. По сути, это та же самая формула Мавра, только прочитанная в обратную сторону. Сейчас посмотрим, как посчитать на практике корень из этого числа. Прежде всего, нам нужно перейти наше комплексное число в триггантерическую форму. Значит, ищем модуль числа z. Это корень из единичка в квадрате плюс единичка в квадрате. Получаем корень из двух. Это хорошее число. Ну, здесь можно сразу догадаться, что аргумент это πn4. Но если есть сомнения, взяли, нарисовали на плоскости, отложили единичку, отложили единичку, показали вот наше число z, ну и, соответственно, вот наш угол φ. Отношение противолежащего катета к пролежащему катету равно единичке. То есть, тангенс φ. 1 здесь на 1, это просто 1, значит φ. Это в точности πn4. Значит, наше число z, это есть корень из двух, умножить на косиус πn4 плюс и синус πn4. Ну, а теперь начинаем извлекать корень. И здесь мы с вами рассмотрим две ситуации. Ситуация первая. Наш аргумент будет в точности πn4. И тогда получается корень из z. Давайте его значком 1 обозначим. Это получается корень из корня из двух. Это получается корень четвертой степени из двух. Умножить на косинус. Аргумент в два раза меньше. π на 8 плюс и синус π на 8. Так. Второй случай. Мы берем вот этот аргумент, увеличиваем на 2π. Получаем π на 4 плюс 2π. И это сколько? Это получается 1 четвертая, здесь 8 четвертых, 9π на 4. Значит, его будем уполовинивать. И тогда получаем второе значение корня из наших числа z. Снова корень из корня из двух, это корень четвертой степени из двух. И в два раза меньше аргумента получаем косинус 9π на 8 плюс и синус 9π на 8. Если есть желание понять, как устроены корни, это на самом деле хорошее похвальное желание, его можно быстренько реализовать. Все, что для этого нужно сделать, это показать. Вот наш угол был π на 4, да, вот здесь. Соответственно, здесь в два раза меньше. Ну, где-то вот здесь. Это первое значение корня. А второе 9π на 8. Это сколько? Это π плюс π на 8. Значит, они просто лежат на одной и той же прямой. И вот эти отрезки на свои, разумеется, будут одинаковыми. Подводим итоги тому, что мы с вами сделали сегодня. К тому, что мы уже умели складывать, читать, умножать и делить комплексные числа. Об этом было рассказано в ролике «Комплексные числа начала». Если вы его не посмотрели, рекомендую это сделать прямо сейчас. Мы добавили формулу аура, которая позволяет возводить в натуральной степени комплексные числа и извлекать корни n-ой степени. На практике эти формулы применили. Разумеется, на этом жизнь комплексных чисел не заканчивается. Впереди еще много, очень много интересного. Если вы хотите, чтобы я продолжил развивать эту тему, ну, соответственно, в комментариях сообщите мне об этом. Напишите «Комплексные числа», «Продолжение». Так я буду знать, что вы смотрите мои ролики до конца. На всякий случай напомню, что у меня есть телеграм-канал. По ссылочке в описании можете на него подписаться. Там я даю дополнительные полезности, как по школьной, так и по высшей математике. Ну, а с вами был Андрей Павликов. Увидимся на канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!